Приветствую! Вы на канале Все Инструменты. Это рубрика Школа Сварщика. Сегодня в выпуске поговорим о полуавтоматической, частично механизированной, то есть сварке МИК-МАК. Полуавтоматическая сварка используется всюду. При изготовлении простых маленьких профилей и при огромных высокоответственных конструкциях. К примеру, это в изведении мостов, либо в тяжелом машиностроении. Сварка может даже быть художественной. Изделие, выполненное таким способом, выглядит оригинально. Что же значит МИК-МАК? Есть два типа сварки. МИК с использованием инертного газа и МАК с применением активного. Например, азота, углекислого газа и других связывающих кислород. МИК-аппараты отлично подойдут для сварки алюминия, меди, титановых изделий, никеля и различных сплавов. С МАК-устройствами работают при сварке низколлегированных, нелегированных и коррозионно устойчивых столей. Плюсы МИК-МАК. Это повышенная производительность по сравнению со сваркой покрытыми электродами. Процесс происходит ускоренно, потому что не надо менять электроды. Если проволока привычная, медненная, это еще отсутствие шлака. Улучшение качества сварного шва за счет использования защитного газа. Возможность сварки во всех пространственных положениях. Это полная автоматизация или механизация сварочного процесса. Еще это низкое тепловложение. Допускается работа с тонким металлом. Минусы данного процесса. Сложное и дорогое оборудование. Неудобно работать в труднодоступных местах. Большие потери электродного металла. То есть проволоки на угар и разбрызгивание. Особенно при сварке в углекислом газе. Это еще и мощное излучение дуги. Самое вредное излучение полуавтоматической сварки. И сварка возможна только на постоянном токе. Область применения. Это сварка тонколистового металла. Металла средней толщины и толстого металла. Такого жирного-жирного. Возможность сварки встали всех классов. Возможность сварки всех классов из стали. Да что ж такое-то, а? Возможность сварки стали всех классов. Цветных, разнородных металлов и сплавов. Защитные смеси и газы. В зависимости от свариваемого металла и его толщины используют защитные газы. Инертные, активные или их смеси. Выбор определяется инертностью газа к сваримому металлу или активностью, способствующей очистке, то есть рафинации от первичных примесей металла в сварочной ванной. Для сварки стали различных классов применяют углекислый газ, так как он участвует в металлургических процессах. Способствует угару легирующих компонентов и компонентов раскислителей, кремний и марганец. В этом случае сварочную проволоку следует выбирать с повышенным содержанием этих веществ. Чтобы повысить устойчивость дуги, улучшить формирование шва, уменьшить разбрызгивание, лучше применять смесь инертных и активных газов. Для сварки цветных металлов, сплавов применяют инертные газы аргон, гелий и их смеси. Для сварки меди и кобальта можно использовать азот. Да, медь тоже сваривает. Для нержавейки используют смесь аргона и углекислого газа. Для алюминия чистый аргон. Сегодня существует более 77 марок проволоки. Рассмотрим основные виды проволоки. Порошковая с защитным газом. Состоит из нецелекого металла, а заполнена внутри гранулированным порошком, флюсом. Та же функция, что и электроды с покрытием. Гранулированный порошок или флюс может быть рутилом, щелочным или специального типа. По сути трубка заполненная флюсом для стабильного горения дуги и защиты от внешней среды. Используется для деталей, которые будут в дальнейшем термически обрабатываться. Такую проволоку можно назвать специальной, так как ее применяют в специальных условиях, например под водой. В этом случае главное грамотно выставить расход подачи проволоки. Можно использовать при сильном ветре и отрицательных температурах. Самые распространенные диаметры это миллиметровка, 1,2 и 1,6. Порошковая самозащитная, без применения газа в роли защиты от воздействия внешних факторов. Это довольно высокая цена. Обмедненная. Используются для работы с углеродистыми и низкоуглеродистыми сталями. Обмеднение дает лучшую токопроводимость. Самая распространенная проволока. Такую проволоку часто применяют в строительных, автомобильных и судостроительных отраслях. И используют для наплавки. Лигированная. Основная функция проволоки в основании лигирующих соединений. Высокий уровень пластичности, выносливость к деформации. Стойкость перед коррозией. Применяется для сварки больших диаметров, для соединения герметичных швов, которые выдерживают давление. Сварочная проволока с флюсом. Это высокая степень плавления. Легко сваривает тугоплавки и материалы. Сварка проходит без разбрызгивания. Корка или шлак обеспечивает хорошую защиту от внешней среды и легко удаляется со шва. Создает ровный и плотный шов с высокой прочностью. Данный вид проволоки безвреден для здоровья. Можно приобрести в любом строительном магазине. И это еще низкая цена. Проволока для нержавейки. Предназначена для защиты шва от коррозии. А помогает ей в этом фосфор, азот и хром. Проволоку необходимо подбирать строго к свариваемому материалу, то есть металлу. Для сварки нержавейки нужно хорошо владеть сварочным аппаратом, грамотно настраивать напряжение и импульсную подачу. Данная проволока широко применяется в автомобилестроении, пищевой промышленности и производстве медицинских приборов. Проволока для алюминия. Отличная стойкость к коррозии и пластичность. Цвет при анодировании, как у основного металла. Используется для конструкции, которая взаимодействует с водой, судостроении и пищевой промышленности. Сегодня активно развивается в малом и среднем бизнесе, машиностроении и пытается сместить ТИК-метод. Хотите отдельное видео про сварку полуавтоматом алюминия? Если да, пишите в комментарии. Сделай. И маркировка. SV08G2S 0, ГОСТ 224670 или какой будет у вас. F это диаметр, может стоять как в начале, так и в конце. SV название проволоки. Сварочная. Следующая цифра обозначает состав или процент лидирующих элементов. 0,8 это содержание углеродов. G2 это содержание марганц. S это содержание кремния. Если нет цифрового обозначения, значит его не более 1%. Следующая цифра обозначает вид. 0 это обмедненная поверхность. ГОСТ вы можете найти в интернете. Порошковая имеет отличия. Например, PP AN3 3.0, PS 44, A2N, ГОСТ. PP порошковая, AN3 маркировка, 3.0 диаметр, PS самозащитная, 44 предел текучести. А доля элементов в составе фтор 0,03, сера 0,03, углерод 0,15. 2 это вязкость готового шва, N нижнее положение во время сварки. ГОСТ это также смотрите в интернете. Сегодня мы разобрались с видами проволок. Какие где применяются и чем они отличаются. И маркировка. Как понять, что там за цифра. Надеюсь, данное видео вам было полезно. Если это так, ставьте лайки. Подписывайтесь обязательно на канал. Жмите колокольчик, чтобы быть в курсе всех событий. С вами был Алексей Петрухин. До встречи в новых видео. Пока.